12 и 13 декабря команда правительства Чувашской Республики принимала участие в футбольном турнире Кубок Сотружества в Москве, посвященном Дню Конституции России. В нем определились лучшие среди сборных команд, правительств и парламентов, субъектов Российской Федерации. Игры проходили в лихоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Поддержать первой в истории турнир Кубка Сотружества приехали команды Совета Федерации и Министерства Обороны России. Правительств Архангельской, Нижегородской, Ростовской областей и Республики Южная Осетия. А также хозяева турнира команды оргкомитета Российский национальный олимп. Для неофициального общения лучше повода, чем спортивные мероприятия, не придумаешь. Именно они, как нельзя кстати, по мнению организаторов, способствуют пропаганде открытости власти во взаимодействии с гражданским обществом и формированию здорового образа жизни участников. Я хочу передать Ваши самые добрые пожелания. Мы один народ. Жили, живем, жить будем вместе. Об этом недавно очень уважаемый Владимир Владимирович Путин говорил. 193 нации народности. У нас веры разные, религии разные, молитвы разные. Все равно у нас Бог один. И вместе нас собирает. И мы создали, создаем и будем создавать величайшую, могучую державу. Нашу великолепную Россию. Павел Бородин в любительском футболе далеко не новичок. К примерам тому послужили пять мячей подряд, отправленные им в ворота команды Министерства обороны России. В ходе игр каждая из команд, естественно, настроена на результат таков уж спорт. Приятно встретиться, пообщаться с коллегами. И думаю, что такой турнир, он объединяет народу. Я думаю, что результаты турнира, они не столь важны. Важны вот эти встречи. Игра есть игра. В игре всегда побеждают сильнейшие. Значит, мы примерно с осетинами в одном весовом, так сказать, формате играем. Могли забить они, могли забить мы. Нам везло чуть больше в плане моментов. Ну, не забили. Не забили, ну что сделаешь. Забили два мяча, один себе и один им. Пока мы по количеству бомбардиров идем впереди на первом месте. Ничего, бывает. Бывает, вот игра. Игра всегда такая штука. Надо собраться и играть свой рисунок. И всегда потом будет результат. В итоге места были поделены на две группы. Серебряный и Золотой плей-офф. В Золотом плей-оффе первое место присуждено Совету Федерации Российской Федерации и Профсоюзу Связи России в Серебряном плей-оффе соответственно. Наша команда заняла пятое место в Серебряном плей-оффе. Самым техничным игроком был признан Иван Моторин, председатель кабинета министров Чувашской республики. Словом, турнир состоялся. И не без поддержки наших болельщиков. Мы, как представители Чувашии здесь, в Москве, пришли поболеть за нашу родную команду. Не только я один, но и мои друзья, представители московского Чувашского землячества. Сегодня уже второй день. Мы получаем огромнейшее удовольствие. Сегодня очень много земляков у нас собралось в качестве зрителей. Нам это очень понравилось. Мы собрали здесь молодежь, спортсменов, детей, поболеть за наших, за Чувашскую команду, за наше правительство. Итак, итоги турнира подведены. Призы вручены. Настроение получено. До встречи на Кубке Содружества 2015. Родион Архипов, Александр Петров, Кубок Содружества 2014. Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова